Приветствую вас, многие эксперты вам уже ответили на вопрос, который вы задаете, и в принципе все их ответы достаточно однозначно указывают на то, что вам нужно обращаться к специалисту, в общем к психотерапевту для того, чтобы решить вашу проблему, потому что вот так в формате ответа на вопрос нельзя вам оказать существенную помощь. И ваш основной вопрос, есть ли кто-то из специалистов, которые работали с такими случаями и могут мне помочь, конечно такие специалисты есть, они вам ответили, ответили вам на ваш вопрос, а вот первый вопрос, который вы задаете, и как можно ли решить эту проблему? Да, проблему решить можно. Лично мне видится у вас два таких аспекта. Первый аспект заключается в том, что проблема в недостатке дыхания. То есть вы контролируете горло, боитесь, наверное, что начнете задыхаться. Так же, как при ангине. То есть, что было при ангине? При ангине вы не могли вдохнуть, не могли наладить процесс обеспечения себя кислородом, вы не могли контролировать свое дыхание. И в результате, теперь, когда вы едите или пьете, вы также видите угрозу своему дыхательному процессу. Значит, что нужно сделать? Что я вам порекомендовал бы сделать? Со своей стороны, первое и самое главное. Вы говорите, что вы не можете нормально есть и пить. Но ведь как-то есть и как-то пить вы все-таки можете. То есть, вы же что-то едите или что-то пьете. Соответственно, если вы что-то едите, то что вы едите? Когда и при каких обстоятельствах начинается тревожность, начинается страх. И, соответственно, ну вы написали, что вот, вы говорите, что глотательный рефлекс сам не сработает. Вообще-то говоря, глотательный рефлекс сам по себе, он работать, ну, в общем-то, не должен. То есть, он очень сложно сглотнуть по желанию. Вы попробуйте несколько раз проглотать, у вас верно получится. Глотательный рефлекс, желание проглотить возникает тогда, когда во рту что-то есть. Причем, что-то такое, чтобы можно было проглотить без каких-либо достаточных усилий. То есть, у вас излишний контроль вот этого глотательного рефлекса, вы хотите, чтобы он у вас был под полным контролем. Но, действительно, он и так под полным контролем. Другое дело, что вы в еде видите угрозу для себя, другое дело, что в жидкости вы тоже видите для себя угрозу. И вот с этого момента я и предлагаю вам поработать. То есть, у вас стоит первоочередная задача, какая? Найти такую точку, найти такое количество еды, такое количество жидкости, или такую еду, такую жидкость, которую вы могли бы есть и пить, соответственно, максимально комфортно. Ну, я не знаю, может быть, это каша, может быть, это что-то жидкое, может быть, наоборот, что-то твердое. То есть, тут нужно отталкиваться от ваших личных предпочтений уже относительно этого. И далее понять, с какого момента у вас возникает дискомфорт. То есть, вам кажется, что глотательный рефлекс сам не сработает. Из-за того, что вы думаете, что сами не сможете проглотить и подавитесь, это страх. Нужно определить моменты, когда этого страха есть и когда этого страха нет. Соответственно, если такая точка будет найдена, например, какую-то вот, может быть, какая-то еда, или, может быть, маленькие глоточки, например, вы будете делать, да, чуть-чуть по капельке. То есть, например, я уверен, не боитесь, когда, например, ну, когда вам совершенно маленькая капля попадает в рот, или крошка попадает в рот. Ну, не боитесь. Боитесь, когда что-то много, что-то большое или много-большое количество воды. Вот нужно вам определить, когда, при каких размерах, при каких количествах воды и еды у вас начинается вот это вот ощущение, этот страх, что вы подавитесь. Как правило, как правило, лично я думаю, что вот это вот количество связано с ощущениями, которые у нас были при болезни оргины. То есть, при оргине горло, ну, вроде бы опухает, я вот точно этого не помню. В любом случае, есть ощущение, что, как бы, отек, отек на горле возникает. Из-за этого чувствуешь, что как раз-таки дыхательные пути закрываются. Этого вы боитесь. Но если там предмет инородный, то еда, предмет, как бы естественный и для человека нормально еду употребляет. Соответственно, если найти вот этот грант, когда вам относительно комфортно есть и пить, ну, в каких количествах, да, и в каком объеме, то можно постепенно, по чуть-чуть увеличивать количество этой самой еды и этого самого питья. И тогда вы сможете сделать, что это не будет еще страхом, потому что для страха недостаточное количество будет. Но это уже не будет и комфортным для вас состоянием, потому что больше будет, чем нужно. Это будет такое, знаете, ощущение тревоги. Но если вы будете много раз вот в этом состоянии быть, то рано или поздно вы привыкнете. Вы привыкнете именно к такому вот количеству, к такому объему воды и количеству еды, и оно для вас будет таким же нормальным, каким было количество до этого. И если количество еды и объем воды повышать, увеличивать, то можно так постепенно и прийти и к нормальному, абсолютно нормальному объему, и вы не будете чувствовать дискомфорт. Это все не отменяет, конечно, того факта и всего того, что вам сказали другие эксперты. Но я рекомендую вам сделать то, что я сказал. Это может помочь вам реально уже сейчас, уже сегодня немножечко снижить важность и актуальность вашей проблемы. Далее вы пишете, что говорить об этом стыдно, с кем-либо стыдно. Этот момент тоже не очень понятен. Почему стыдно говорить? Что такого постыдного в этом? Почему вы сами отказываетесь принимать свою проблему? Почему вы стыдитесь? С чего вы стыдитесь? Почему вы не принимаете себя? Ведь эта проблема, это часть вас. Не принимая ее, вы не принимаете себя. Вопрос. Почему вы не принимаете себя? Не очень понятно. Но тем не менее, тем не менее, именно стыд может усугублять вашу ситуацию. Не каждый год, не новый стресс, а именно стыд. Стыд от неуверенности в себе, комплексы, страх чего-то и так далее. И от стыда нужно избавляться также, в первую очередь, после того, как вы будете делать то, о чем я говорил. То есть, вот на данный момент, то, что вам может помочь решить проблему прямо сейчас, это то, о чем я говорил, и проработка стыда. Но, если уберете это, уберете стыд, если увидите прогресс относительно этого, а прогресс вы увидите, так работает, этот подход работает с любым видом страха, то вы сами для себя убедитесь, что ваш страх – это не что-то уникальное, это то, с чем можно бороться, это то, что можно победить. И вы его, на сути дела, победите. Также, на счет подавлющий, можно задавать себе каждый раз вопрос. Ну, вот вы сейчас кушаете, да, вы, ну, небольшое количество еды, конечно, кушаете. Вы подавились еще? Вы пригласили, вы подавились еще? Спрашиваете себе. Нет, раз не подавились, значит, чего бояться? Понимаете, любой страх не любит, когда его вытаскивают на свет. У вас это мистическое представление, иррациональное представление. Если вы переведете его в плоскость, в плоскость рациональную, и максимально всесторонне на него посмотрите, он идет. Он моментально превратится в обычную угрозу, с которой можно будет справляться, с которой можно будет бороться. Кстати говоря, напряженное горло, постоянное горло напряжено, это может быть спасен, который вам тоже можно сняться. То есть, если однажды, может быть, через укол, может быть, через расслабление мышцы опустят горло, перестанут его напрягать. Повторно оно уже не напряжется, или напряжется, но гораздо меньше. Если это спазм, то вполне возможно, что спазм просто так и застыл. Вам нужно подумать еще и в этом направлении тоже. Пожалуй, на этом можно закончить. Я понимаю, что ответ мой не такой, как давали другие эксперты, но не вижу смысла повторять одно и то же, не вижу смысла говорить то же, что говорили они, потому что, ну, как бы, большинство ответов экспертов сводится к нам и тому же. Мне хотелось сказать вам что-то новое в конфликанческом снидарме, чтобы вы опубликовали платный вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...